100 золотых мест Красноярска Парк 400-летия Красноярска Друзья, мы с вами находимся в самом центре взлётки, в парке 400-летия. За 9 лет обустройства парк стал самым, наверное, масштабным проектом нашего города. Он подходит для семейного отдыха, для встреч молодёжи и для людей, предпочитающих тихие, спокойные прогулки. Условно, парк поделён на несколько зон. Здесь есть современная большая детская площадка, площадка для игры в баскетбол, пешеходные, вело-беговые дорожки, искусственный парк и даже своя собственная художественная галерея. Каждый год в нашем парке открываются новые интересные локации. Этим летом был открыт верёвочный городок, обновлённая аллея донорства с их символом, сердцем из красного стекла. 13 сентября в торжественной обстановке прошло открытие памятника одному из самых известных руководителей Красноярского края, Павлу Стефановичу Федирко. Совсем скоро мы ожидаем открытие скейт-парка, который будет соседствовать с памп-треком, где можно будет прийти абсолютно всем, покататься на самокатах, роликах, велосипедах. В общем, всё, что катается, приносите, можно покататься, здесь будет очень интересно. Со всем этим прекрасно соседствует храм имени Александра Невского, построенный в 2007 году. В нашем парке хорошо в любое время года. Летом здесь зачастую проводятся концертные программы, бардовские вечера, фитнес-тренировки, анимационное интерактивное шоу для детей, осень прекрасна для чудесных фотосессий. В преддверии новогодних праздников здесь готовятся и создаются такие интересные проекты. Наверное, вы помните, да, в прошлом году здесь стоял световой тоннель с тысячами лампочек. Парк имени 400-летия соседствует с концертным залом Гранд-Холл Сибирь, с одной стороны. С другой стороны, это спортивный комплекс «Кристалл-Арена» и ландшафтный парк «Сады мечты». И поэтому, с какой бы стороны вы ни заходили в парк 400-летия, вам всегда будет казаться, что именно эта часть и является главной. Приходите в наш парк, добро пожаловать, ждём всех в гости. Проект «100 золотых мест Красноярска» создан при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».